Заплатить налоги, не вставая с дивана. Для владельцев личного кабинета налогоплательщика это реальность. Электронный сервис предоставляет массу возможностей. Прежде всего, в личном кабинете гражданин видит всю актуальную информацию о своем имуществе и связанных с ним налоговых обязательствах. Он может посмотреть все объекты, и земельные, и транспортные, и недвижимость, ту, которая зарегистрирована и которая учтена в нашей базе. То есть, если какие-то объекты он увидит, что не достают, или сняты, наоборот, с учета, а они у нас еще стоят на учете. То есть, провести полный анализ своих объектов собственности и при необходимости заявить о том, что сведения какие-то недостоверные, либо не достает каких-то сведений. Все это сделать до начисления налогов. Сумму полагающегося налога владелец личного кабинета может рассчитать заранее с помощью специального калькулятора. Когда предварительно до получения каких-то наших расчетов, наших уведомлений, он может самостоятельно попробовать посчитать, проверить наши расчеты, самостоятельно рассчитать все налоги, которые ему придется заплатить. Еще одна удобная функция личного кабинета налогоплательщика – автоматическое заполнение налоговой декларации. Если у вас есть личный кабинет, не нужно идти к кому-то, просить заполнить эту декларацию, сидеть здесь в очереди, чтобы ее сдать. Есть возможность эту декларацию заполнить прямо в личном кабинете. То есть, из личного кабинета получить неквалифицированную электронно-цифровую подпись, ввести все данные. Декларация сформируется и будет направлена к нам в электронном виде. После начисления налогов оплатить причитающуюся сумму можно также, не выходя из дома. Вы можете по уведомлению, которое сформируется в личном кабинете, либо сразу оплатить. Если нет возможности в электронном виде оплатить, пожалуйста, можно распечатать уведомление и оплатить уже удобным для вас способом. Нужную для оплаты налогов сумму можно накопить постепенно. Для этого в личном кабинете налогоплательщика есть специальная функция – кошелек. Когда есть возможность, в этот кошелек можно откладывать какие-то денежные средства. И когда уже наступит срок и пройдет начисление налогов, из этого кошелька деньги будут поступать в уплату начисленных налогов. Стать владельцем виртуального кабинета очень просто. Зарегистрироваться на сервисе можно лично, придя в налоговую инспекцию, либо дистанционно, с помощью пароля от Госуслуг. Если этот пароль был получен лично, а не по почте, то есть возможность именно с этим же паролем перейти с сайта Госуслуг и зарегистрироваться на нашем сайте в личном кабинете налогоплательщика.